Как можете прокомментировать сказанное с учетом того, что позавчера как раз бомбардировщики российские провели такое патрулирование белорусских границ? Как обычно, белорусская пропаганда перекладывает ответственность за миграционный кризис на Польшу и другие западные страны, и во-вторых, Беларусь пытается таким образом угрожать Западу через применение российских бомбардировщиков. Естественно, Россия хотела бы пользоваться случаем увеличить свое военное присутствие Беларуси на постоянной основе, но Лукашенко хотел бы временно попугать Запад, одновременно пошантажировать и собственно Запад, и собственно Кремль. Видно, что Лукашенко хотел бы не только склонить Евросоюз к диалогу, что в принципе очевидно, но что менее очевидно, но не менее интересно и важно, он пытается еще ведь и шантажировать Кремль, а он фактически пытается шантажировать и Запад, и Кремль, что столкнет их лбами и вовлечет в большую конфронтацию. То есть, почему бы вам, Лукашенко, не намекает Западу и России, ну не заплатить мне 2-3 миллиарда, но в конце концов, что такое 2-3 миллиарда для сохранения мира и спокойствия и вредевания? Ну, формально верно, но слишком большая многоходовка для Лукашенко. На самом деле он активно втягивает Россию в конфликт, это совершенно правильно, с другой стороны он, конечно, в России практически сдают. То есть для Запада такие выступления являются обоснованием того, что заказчиком на концов на кризисе является Россия. То есть это такая традиционная такая вот политика Минска, когда он всеми силами в Россию пытается выставить переди себя, уйти за спину России и тут же Россию подставить, продемонстрировав то, что Наготова воевает за Лукашенко, за все его 16 резиденций, в общем-то, и что вот ничего не будет, Россия его защитит. Но вы знаете, что Москва очень в последние 2 суток наконец-то обеспокоила ситуацию, что санкции белорусские падают будут на нее. Мы писали об этом, в общем-то, все колокола били еще с июля текущего года, что нас подводят к санкциями. Но вот сейчас, когда ситуация с аэрофлотом стала на поверхности, сегодня было явно такое беспокойство уже проглядывало в Москве, что, в общем-то, заигрались. Много понадеялись на Лукашенко, что сам пускай развлекается. Лукашенко не будет сам этого делать, он обязательно втащит Москву, потому что ему сказать, отвечать за все скучно. Он постарается, чтобы отвечал за этот счет Москва. Я вижу это просто провокацию, попытка затащить санкции, снять себя и повесить их на Москву. Но, на мой взгляд, это достаточно глупо, потому что в таком случае Путину будет сложно помогать Лукашенко. Да и вообще, как бы, судя по сегодняшней риторике, Россия как бы заявила, что в ответ на санкции ЕС они готовы закрыть воздушное пространство для западных авиакомпаний. Насколько вообще это реально? Следующая проблема. Взаимоотношения Евросоюза и Москвы очень сложные. Но они есть. Вот этот вопрос о сибирском транзите, который постоянно мелькает в взаимоотношениях, касающихся воздуха, воздушного пространства, это ж не первый разговор, это лет 20 этот разговор. То, сколько за него платить, кому платить, зачем платить. Сначала было в нулевые годы вообще требование Запада, что вообще не платить. Но они воспринимали Россию как поверженную державу, как-то, так сказать, которая поставит условия, там, газ бесплатно, воздух бесплатно и так далее. Но пришлось платить. Это старая тема. В данном случае, конечно, неспроста выбран именно Аэрофлот. То есть у Москвы свои озабоченности, свои, так сказать, заразство свое определенное проявлялось весной, летом, когда начались миграционные дела. Но, наверное, какой-то этап и не прозевали. Потому что, действительно, стала такая реальность, что санкции будут введены. Но поймите, что в общем потоке проблем, которые имеет Москва с Вашингтоном, с Бюсселем, белорусская тема – повод. Сейчас делается все доказать то, что Москва вообще-то не касалась этой темы, и это не касается. Но дискуссия есть тяжелая по этому поводу идет, потому что я вот лично я объяснял сегодня на двух каналах о том, что, понимаете, Запад обвиняет Москву, что она поддерживает миграционный кризис, что она в нем замешана, является заказчиком. На чем они обосновывают, на то, что между Москвой и между Россией и Белорусской нет границы. То есть в их головы не пихают так, что как это можно устраивать миграционный кризис, не согласовав страну, с которой ты соседствуй, что у тебя нет границы. Я объясняю, что как раз это можно. Как раз это все в Лукашинке сходило с рук. Потому что вот такие вещи не впервые мы сталкиваемся. Напоминаю, что тропа была для грузин в России, тропа была для украинцев в России, вот сейчас тропа для мигрантов вроде на Запад, но если что случится там, мы знаем, что там сделали канцлагерь, выйти из лагеря уже невозможно, и ситуация прорвется, то это опять пойдет в Россию. В общем-то, то есть, знаете, там это сложное приобретение. Это не так однолинейно, что вот есть Лукашенко, есть Москва и так далее. Но, в принципе, Москва занервничала. Андрей Елисеев, а к вам обращусь. Если, ну, знаю, что у вас просто есть довольно интересное мнение насчет вот этой его последнего, последней атаки, да, границы польской, когда 3 тысяч там или 5 тысяч по разным свидетельствам, разные цифры называют, мигрантов собрались возле границы и сейчас находятся уже 4 дня там. Вы писали, что считается, что это в том числе и давление Лукашенко на Путина. Так все же замешана Россия в этом кризисе, на ваш взгляд, и как тогда это все взаимодействует, да, давление на Путина, российский след там и так далее? Здесь не просто спекулируют, в какой степени Россия могла бы иметь какое-то косвенное прямое отношение к этому. Сама идея, возможно, и могла исходить из Кремля, в принципе, в 2016 году, насколько я помню, Россия нечто подобное, конечно, в гораздо меньшей степени предпринимала на границе с Финляндией, когда вдруг увеличились резко потоки нелегалов из Ближнего Востока и Афганистана в Финляндию. То есть эта идея не нова насчет дестабилизации Евросоюза через нерегулярную миграцию. Однако я бы не преувеличивал фактор России, в том смысле, что якобы Россия контролирует все. Наверняка российское руководство было осведомлено, конечно, о планах Лукашенко, игра с миграционной темой. И российской пропаганде это до поры до времени очень нравится. И российскому МИДу также, который злорадствует насчет того, что агрессивный Запад разворушил дальние страны, теперь не может справиться с миграцией. Какой Запад фашистский, нацистский, как он обращается с людьми? Это ведь российскому руководству нравится. До поры до времени. До той поры, пока Лукашенко начинает отправлять сигналы не прямо, но довольно косвенно и явно насчет того, что ведь если Беларусь допустит ошибку, то Россия может быть вовлечена в этот круговорот, как Лукашенко заявил вчера. То есть, мол, ядерная держава Россия может стать частью более глобального конфликта. И мне кажется, что таким образом он нарекает Москве, что и показывает свою партию игры в этой всей креативной попытке дестабилизации ЕС с помощью миграционного кризиса, что на самом-то деле, смотрите, чтобы чего плохого не случилось, может быть, все-таки поможете деньгами, чем черт не шутит. Хорошо. А может ли сказать, что попытка совершить революцию в Беларуси в 2020 году, она развернула, получается, Беларусь в Россию? Вообще, в выборе 2020 года вся эта ситуация, ведь поменяли, конечно же, развернула Беларусь на Россию и поменяла стратегию внешнеполитическую Лукашенко. Фактически, поскольку западные контакты остались обрезаны, то сейчас приоритет внешнеполитический, это кроме как Россия, части Китая, Ближнего Востока, некоторых центрально-азиатских стран, в общем-то, тут и заканчиваются. Но интересно, что еще 2-3 года назад Лукашенко играл карту такого великого миротворца в регионе, который может помочь разрулить конфликт в Донбассе и не только, и всякие другие конфликты на постсоветском пространстве и так далее. И вот эта миротворческая карта, она, в принципе, приносила ему бонусы. То есть Евросоюз в 2016 году и санкции отменил, и дал доступ некоторым финансовым инструментам. И с помощью этих более глубоких отношений с Западом, Беларусь и из России больше ресурсов убивало. В 2020 год все изменилось, сейчас все поменялось, перевернулось с ног на голову. Лукашенко сейчас фактически играет не роль миротворца, а военотворца. То есть фактически он угрожает и Западу, и России, что может породить глобальный конфликт, и столкнуть их лбами, если ему финансово не помогут, в конце концов. Но Россия реально может вступить в какие-то боевые действия в связи с вот этим мигрантским кризисом? Да и если Россия, в принципе, не участвует, не контролирует этот весь процесс миграционного кризиса, то почему вдруг российские военные самолеты появляются на территории Беларуси и контролируют что-то? Ну, я не согласен, конечно. Дело в том, что Россия не повернулась к России, Беларусь не повернулась к России. За последние полтора года Беларусь не сделала ни одного шага в сторону России. Она, так сказать, подписала интеграционный декрет, который она выполнять не собирается. Мы это уже поняли. То есть это вот это обострение с мигрантами, это как раз вариант того, что у меня на руках война. Помогайте, дайте деньги. И вот Коротченко прибыл в Москву вчера вечером, сегодня выступал с утра на 60 минут. Он говорит, да, 500 миллионов на стол. Это, знаете, вот от политики двухвекторного балансирования Лукашенко перешел в политики двухвекторного шантажа. Он шантажил вот и Запад, и шантажил вот и Россию. Какая интеграция, какие дела, когда надо срочно спасать страну. Вы что, это форпост на Западе, поднимайте самолеты и так далее. То есть обеспечивайте мне ограниченные традиционные древенческие позиции минского руководства. Вы мне охраняйте, вы мне деньги давайте. Так что в данном случае никакого шага вперед нет. Крым он не признал, никогда не признает, и все остальное он не признает. То есть это попытка действительно вернуть обратно вот эту старую российскую систему государственной поддержки, дотации и так далее. Это не получается, как видим. Лукашенко деньги не получил. Вот в этом смысле как раз надо искать российский след в этом вот скандале, в этом кошмаре, который есть сейчас в Гродничской области на переходе в Рузги. Воевать Лукашенко в России, в любом случае, конечно, не будет. Это практически означает ядерную войну. Лукашенко на это и рассчитывает. Он поставляет Москву, потому что если начнется конфлик, он рассчитывается, что Москва уступит. И тогда его значение вырастется, называется. Он вот на этих полутонах, на грани езды и нажаж, называется конфлик, на первый год. Чистая метрофная политика. Но с другой стороны, он сам попал в такую, знаете, копяковую ситуацию, потому что возвращать из этого концлагеря, почему концлагеря, потому что он охраняет по периметру, по граничникам, где не выпускается этого лагеря. Он уже вернуть их не может. Он будет накапливать их, законять еще людей, чтобы найти вот критическую массу, которая должна прорвать по идее его по границе. Ну, там 12-15 тысяч польских военнослужащих, это бесполезно. В принципе, впервые сегодня мы услышали слово оружие для них и слово курды. Есть такие вопросы, наши наблюдатели об этом говорят, что происходит в лагере, что происходит в Минске. Идет, конечно, и внутреннее, так сказать, мигрантское обострение. И этого опасаются белорусскому руководству. Ну, в общем, там накручено, наверное, количество всего. И Москва тоже этого всего боится, честно говоря. Потому что это кризис, кризис, который надо разрешать внутренними путями, естественно, не российскими какими-то вариантами. Естественно, нет никакого разговора о том, что воспользуется кризисом, разместить такая российская какие-то здесь база и так далее. Это будет воспринято в мире как крымский вариант. Это будут огромные санкции, это будет просто скандал мирового значения, он там не нужен. И мы сейчас, в принципе, смотрим только в формате, конечно, какого-то взаимодействия Евросоюза и Москвы, но тут тоже, надо понимать, действительно воздействовать на Лукашенко практически невозможно, он не меняет. И как вы поступите за Россию, вступая в диалог по поводу эмиграции, она тоже фактически заявляет то, что она к этому причастна. Это тоже санкции, тут тоже все обрезано. Эти ситуации крайне напряженные. Я думаю, что Россия, естественно, хотела бы увеличить свое военное присутствие Беларуси в той или иной степени, однако согласен, что вряд ли хотела бы погружаться в серьезный конфликт с Западом по поводу Лукашенко. Вместе с тем я, конечно же, не соглашусь с Андреем Ивановичем в том, что Беларусь якобы не повернулась к России, якобы ничего не сдала за последний год. Беларусь фактически сдала свой информационный суверенитет. Пусть не на 100%, но на 95%. Основные все нарративы на ГОСТ-ТВ теперь соответствуют прокремлевским. Лукашенко подписал интеграционные карты, которые должны сблизить белорусское законодательство практически во всех сферах с российским. Беларусь продолжает также ускоренно увеличивать военное сотрудничество с Россией, гуманитарное и так далее. То есть за один год прошедшей случилось то, чего Лукашенко отбивался года три предыдущих. И учитывая также, что полностью разорваны отношения с Западом и вот на фоне этого всего говорить, что Беларусь не повернулась к России, ничего не отдала, по крайней мере странно. Это значит, что отрицать очевидно. Может ли случиться такой вариант, что там преимущественно это курды на границе с Польшей, да? И может ли случиться такой вариант, что они начнут, возьмут в руки палки автомата и начнут выступать против белорусских силовиков. Мы уже видели, как вчера на видео они пытались вернуться обратно, и белорусские силовики их не пускали, они бросали в них бревно. Вот может ли это как-то так закончиться? Я не представляю, откуда курские иммигранты могут взять автоматы, как вы сказали. Но наверняка обозленные люди в такой ситуации, довольно отчаянной, могут, естественно, взяться за какие-то там подручные средства типа палок или камней. И наверняка эта ситуация, она не может полностью контролироваться белорусскими силовиками. Поэтому подобные инциденты могут, безусловно, продолжаться. Психовать они уже начали. В ход пошли подручные средства. А чем это все закончится? Я не знаю. По-моему, сегодня утром было совещание с правительством. Там было, как обычно, обозначено, чем это все закончится. Все это закончится тем, что там, откуда ни возьмись. Но здесь, скажем так, предполагать, откуда оно возьмется, очень просто. Пс. Какое-нибудь оружие-взрывчатки начнут с провокации. Об этом напрямую было заявлено на совещании. Когда в прошлый раз рассказывали о том, что есть основания, в общем-то, как подозревают, что Сергей Тихановский вступит в потасовку с милицией, но ждать пришлось менее 24 часов. К большому сожалению, нет желания выходить из этого своими же руками созданного кризиса миграционного, цивилизованным путем. Сегодня лагерь беженцев, лагерь мигрантов, точнее, потому что статус беженца они еще не получили, не собираются получать на территории Беларуси, посетили две уважаемые организации. Это Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН и Международная организация по миграции. И, в общем-то, на это обратили внимание уже многие СМИ, что впервые за долгое время вещи были названы реально своими именами. У людей, которые там скопились по, условно говоря, различным причинам, то есть им помогли туда добраться, у них два выхода. Поехать домой, то бишь прорываться через зацепление, которое выставлено там, как опять-таки сегодня утром объяснили, для того, чтобы туда не выпало то самое оружие из внешнего периметра. Честно говоря, слабо представляется, каким образом по территории Беларуси могут передвигаться какие-то конвои с оружием, но, наверное, действительно в Беларуси уже такая черная дыра, что просто ничего не контролируется и гуляй поле. А второй выход, ну, вполне цивилизованный, попросить убежище, попросить международную защиту в Республике Беларусь, то бишь в стране, в которую они въехали и где они находятся в безопасности. Это, в общем-то, международное правило, которым, в общем-то, все тут пытались как-то апеллировать на уровне эмоций, но международное правило таковы, это конвенция Женевская, дополнительный протокол к ней, которые, в общем-то, предполагают именно такую процедуру, что первая безопасная страна для беженцев – это то место, где они имеют право и должны попросить статус беженца. Никаких, условно говоря, гуманитарных коридоров через пол-Европы, они хотят во Францию, Португалию, Германию, такой истории международное право не предусматривает. И вот сегодня это назвали своими именами, только что желание разрешать кризис именно таким цивилизованным образом, его нет. Насколько известно, сегодня, опять-таки, уже Ирак, иракское правительство декларировало то, что они готовы эвакуировать своих граждан обратно, но их банально не пускают назад в тот же самый город Минск, в который они прекрасно прилетели на самолете, они прошли через какой-то межгалактический портал. Анатолий, я вас привод, как раз тоже складывается ощущение, глядя на все видеозаписи, вот я иногда мониториваю прямые трансляции как раз-таки этих беженцев, складывается ощущение, что у них нет выбора, может быть, они хотели бы каким-то легальным образом попадать в Евросоюз через Беларусь, но их вот гонят к границе. Легального способа попасть в Евросоюз из Беларуси в той ситуации, в которой они находятся, у них нет. Легальный способ это в Минске пойти в консульство Польши и получить польскую визу, либо через пункт пропуска добраться до польских пограничников и им сдаться. Там, условно говоря, без разрушения пограничной инфраструктуры, без кидания палок и камнями в польских и уже как бы белорусских пограничников, которые их сдерживают. То есть, в общем-то, процедура есть, но им действительно не дают сознательно ей воспользоваться. С одной стороны, те, которые уже как бы на границе, а те, которые в городе, они, в общем-то, как бы и не собирались этого делать. Им, ну, как уже через сарафанное радио фактически пообещали, что вот классный путь, там всех пускают. Белорусские пограничники такие добрые, что они там провожают до дыры в границе и типа это нормально. Ну, конечно, там с точки зрения... Ну да, вы видели сегодня такую рекламу, как раз и которую пускают в Ираке, как все радужно в Белоруссии, прекрасные люди на это смотрят. Да, с точки зрения как бы вот этих товарищей, которые таким нелегальным способом хотят попасть в Европу, ну, их в некотором смысле можно понять. То есть, у них фактически там несколько маршрутов, как попасть. Один по морю, который там был традиционный, но там, в общем-то, достаточно большие риски, не все, к сожалению, доплывают, потому что все эти суда идут перегружены. А тут по суше прекрасный, там, с сервисом, реально, там, визы, сопровождение до границы, все как бы по высшему разряду, но, к большому сожалению, в общем-то, пригранили, сопредельные с Белоруссией страны из Европейского Союза, они вспомнили, что у них есть все основания, этих незваных гостей к себе, не пускать. Но что-то никто не горит желанием остаться в белорусском раю. Сразу бы еще у Андрея уточнить, может быть, есть вам что добавить или, может быть, наоборот, оспорить, да, и в продолжении темы, сегодня как раз появилась информация, что ЕС готовит, готов провести переговоры с Белоруссией и ООН, да, по вопросу репортации мигрантов через Гродно. Репатриация, да, прошу прощения. Вот, как вы думаете, насколько это реально вообще? С кем вообще будет договариваться ЕС в Беларуси? И будет ли? Мы для ситуации, возможно, немного более сложной, чем описал Анатолий, в том смысле, что если группа мигрантов все-таки попадает на территорию Польши и Литвы, и если информация о том, что их заявки на убежище не рассматриваются, а их далее провождают вновь на Беларусь, я полагаю, что тут можно оспорить то заявление, что якобы здесь нет нарушения международного права. Проблема в другом, в том, что фактически Беларусь, таким образом, используя очень креативный миграционный кризис, ставит очень неудобную ситуацию Польшу, Литву, приграничные страны ЕС, потому что ведь на самом деле, в любом случае, пусть даже они попадают на территорию, на их территорию через Беларусь, госорганы западных стран обязаны рассматривать их прошение о предоставлении убежища, и вот здесь фактически Лукашенко нашел слабую сторону, слабое место соседних стран, в том смысле, что и об этом постоянно говорит белорусская пропаганда, смотрите, вы ведь нарушаете международное право, вы нарушаете в конце концов свои ценности, вы должны и обязаны, если уж в конце концов группа людей попадает на вашу территорию, как минимум рассмотреть их прошение об убежище, и возможно дать им это самое убежище или международную защиту, даже если у них и нет на то оснований, если речь идет, скажем, о беременных женщинах и детях, вот, и потому эти страны западные, они поставлены в очень удобное положение, с одной стороны, им говорят, берите беженцев, если они будут открывать свою границу и давать зеленый свет всем, то тогда количество беженцев будет постоянно увеличиваться в десятки раз и так далее, если же границы закрываются, то говорят, смотрите, вы какие фашисты, вы не уважаете права человека и так далее. Проблема в том, что и почему на это смотрит Евросоюз, так как есть на самом деле сейчас, он разделяет ситуацию, которая есть попадание беженцев по Средиземному морю и через Беларусь, потому что, в первом случае, мигранты сами преодолевают природные препятствия, чтобы попасть на территорию ЕС, а во втором случае, налегая в ЕС, Беларусь сама способствовала их привлечению на свою территорию через дополнительные авиарейсии и так далее. И таким образом эта ситуация качественно иная, именно это утверждают западные страны. Что касается возможной кампании по транспортировке беженцев через аэропорт Гродно, вполне возможно, часть беженцев согласится на этот маршрут. В конце концов, наверное, не все ожидали, что настолько сложно и будет во всех отношениях преодолеть белорусско-польскую границу. Однако я сомневаюсь, что это разрешит проблему и что тем самым прямо все мигранты, это тысячи человек, которые раскопились на границе через Гродно, улетят домой. Тут вопрос даже скорее не столько в самих мигрантах, согласятся ли они, потому что если сравнивать опять же с переплыванием моря, то этот процесс намного более, наверное, мягкий, пересечение через границу, там четверо суток, пускай даже при минусовой температуре. А вопрос, пойдет ли Беларусь на вот эти переговоры и согласится ли она на то, чтобы часть мигрантов вернулась обратно благодаря, не знаю, тому же самому курдскому руководству? Вот Анатолий хочет тянет руку ответить, давайте с вас начнем. Да, Андрей, я как бы с вами категорически не согласен в том, что разница в одном случае, что они сами там что-то преодолевают. Вопрос в том, с какой территории они попадают на ЕС. Если они попадают из территории своей страны, в которую идет война, то есть, условно говоря, из Ливии они спасаются от войны через море, попав прямиком на территорию ЕС, их там обязаны принять. А вот если они собираются попасть на территорию ЕС и страны, где им ничего не угрожает уже, куда они уже убежали, они там должны попросить убежища. Не более того. Поэтому, собственно говоря, и ЕС смотрит на это как не на нарушение международного права, соблюдение прав беженцев и поддерживает позицию прибалтийских стран. Если бы было иначе, условно говоря, уже позиция Польши, Литвы и Латвии была бы незавидна. Потому что им бы действительно пришлось по гуманитарным причинам принимать людей, которые бегут от преследования. В Беларуси им ничего не угрожает. Ну, не должно угрожать, по крайней мере. Поэтому у них там все хорошо. Подавайтесь на беженство на территории Беларуси и оставайтесь, пока ваше прошение будет рассмотрено. Все будет прекрасно. Поэтому здесь, скажем так, не до конца, там, наверное, все же знание международных процедур подвело с этих создателей этого искусственно-миграционного кризиса, который с другой стороны уже получил вполне себе четкое определение гибридные военные действия. Что еще? Собственно говоря, если бы было желание именно у белорусской стороны этот кризис разрешить, то спокойно они могли бы там и из Гродно улететь или вернуться в Минск, улететь. Но, судя опять-таки по сегодняшним заявлениям, желание решать международный кризис, миграционный кризис у белорусской стороны, оно отсутствует. Потому что это было бы равнозначно признать свою абсолютную неправоту или, как говорится, наклониться. Никто, похоже, в Минске решили просто, как говорится, идти до конца, повышать ставки до бесконечности. А там, не знаю, может быть, как-нибудь само собой разрешится. Может быть, восточный брат поможет решать этот кризис, прикроет там стратегическими бомбардировщиками или еще чем-нибудь. Хотя, он немножко вот застал Андрея Ивановича с удовольствием, мы с ним часто не соглашаемся. Но здесь я там скорее на его позиции нахожусь, что в той стадии как бы эскалации, которая достигла эта миграционная заварушка, Россия уже, если поначалу это было интересно и даже где-то весело там немножко пощекотать нервы Европейскому Союзу, то сейчас это уже грозит аукнуться реальными проблемами, в том числе экономического и санкционного характера. Поэтому они как-то пытаются все же медийно уже дистанцироваться от этой истории. Аккуратно, но дистанцироваться. Нас шоу все-таки называется «Народ спросит», поэтому мы не можем не обратить внимания на то, что интересует конкретно наших зрителей, а интересуют их очень банальные вещи, точнее близкие, скажем, наиболее близкие. Зачитаешь, да? Да, я зачитаю. Тут люди уже рассказывают страшные истории о том, что вот у кого-то уже могут грабить, мигранты грабят людей, у бабушки нашего зрителя украли кур. Ну и вот такой вопрос, не будут ли огромить они, эти мигранты, близлежащие населенные пункты, если Европа их не пустят? Как защитить свое имущество? Андрей Елисеев, давайте с вас. Я не исключаю, что голодные люди могут как минимум покушаться на какие-то бесхозные имущества в бесхозных домах, а возможно и в действующих хозяйствах каких-либо прилегающих деревень в пограничной зоне. Я думаю, здесь ничего странного нет. Если немного откатить назад и вернуться, я все-таки не соглашусь немного с Анатолиями. Проблема более серьезная, чем попадание въезд напрямую из страны, из которой происходит мигрант. Потому ведь как основная часть мигрантов через Средиземноморский путь попадала вовсе не из Ливии, а через Турцию, Грецию и так далее. И несмотря на это, эти мигранты в предыдущий миграционный кризис 15-16 годов, их заявки рассматривались и Германия, несмотря на то, что они попадали через Турцию в основном, а не через Ливию, решила открыть для них двери. То есть тут на самом деле проблема гораздо более сложная, чем прямое попадание в ЕС из страны происхождения. Тем более, что во многих случаях вообще нет возможности мигрантам из, что-то говоря, Афганистана напрямую попасть в западное правовое государство, чтобы получить там убедыщие. – Анатолий, вы хотели что-то сразу сказать? – Да, у Турции с Германией была определенная договоренность по поводу беженцев. И, в общем-то, она выходила за рамки того, что предусмотрено Женевской конвенцией, дополнительной протоколом к нему. В общем-то, это ответ на комментарий Андрея. То, что возможны конфликты с белорусским населением, которое было достаточно толерантным, пока, в общем-то, мигрантов в Беларуси не было так сравнительно много в одном месте. Это, ну, к сожалению, к гадалке не ходи. И, опять-таки, судя по всему, есть установка на мелкие, а может быть и не мелкие истории, связанные с правонарушениями со стороны беженцев у правоохранительных органов в Беларуси не реагировать, просто не реагировать. То есть у белорусов, в общем-то, нет легального права защитить себя от средства, фактически, да, гибридной войны, от не очень прошенных, не очень званых гостей. Все это грозит перерасти в то, что белорусская толерантность уступит место белорусской ксенофобии и со всеми, как бы, вытекающими отсюда неприятностями, связанными с конфликтами на этнической почве. Единственное средство, которое у белорусов, по сути дела, наверное, в такой ситуации осталось, это сесть, особенно те, которые, как бы, находятся в приграничных районах или там центрах скопления мигрантов в Минске и других городах, это закрыться дома и по минимуму выходить на улицу, избегать мест, где они концентрируются, поскольку чем холоднее будет, чем голоднее они будут, тем, ну, к сожалению, физиология будет брать свое, а еще, к тому же, и стадный темперамент, вот это вот стадное поведение, оно будет провоцировать конфликты с белорусами. Опять-таки, всего этого можно избежать, если их аккуратно эвакуировать обратно, либо разместить в центрах, которые, собственно говоря, для этого должны и быть предназначены в Беларуси. То есть, каждая страна, она, в общем-то, ну, по крайней мере, как вот в Европе, в Беларуси, такие центры пребывания иностранцев, они есть, пока их статус подтверждается. В общем-то, было бы желание решить кризис, его можно решить, иначе вот такие вот, как бы, конфликты будут появляться, и будет появляться чаще, но можно пробовать обращаться в правоохранительные органы, но, судя по всему, это затея практически бесполезна, за исключением фиксации статистики. Не, я согласен в том смысле, что большое количество мигрантов, которые находятся снова-таки в голоде и холоде, их попытки раздобыть еду, в конце концов, могут встречаться, могут сопровождаться, вернее, покушением на имущество беларусов, которые живут в пограничной зоне. Более того, те мигранты, которые находятся в Минске и также находятся в каких-то стесненных экономических и финансовых ситуациях, действительно, и количество инцидентов каких-то с их участием могут увеличиваться. Мне кажется, это довольно предсказуемо и логично, это абсолютно неизбежно. Давайте вернемся к событиям сегодняшнего дня. Вот появилась такая довольно удивительная информация после нескольких дней довольно агрессивной атаки на польскую границу, да, рубили топором колючую проволоку, замахивались лопатами, кидались бревнами и так далее. Вдруг сегодня появились какие-то флеш-мобы с картинками, извините, да, в соцсетях. Как раз таки, да, в соцсетях самих иракцев, где они просят и извиняются перед польскими силовиками, что они рубят их забор. Как вы можете это прокомментировать? Мне кажется, это очень интересное событие в том смысле, что наверняка такой ход, можно сказать, пиар-ход курдского сообщества, миграционного сообщества, как бы это ни называлось, наверняка он не был согласован в какой-то степени с белорусской стороной. Здесь как раз таки курды, наверняка оценив медийное сопровождение всей этой истории в поисках, западных СМИ, решили таким образом сыграть и, в общем, дать такой посыл, что они в действительности не являются некими преступниками, вредителями, которые желают поломать забор на границе ЕС, а что они являются жертвами и людьми, которые требуют помощи ЕС, в конце концов. То есть это, на мой взгляд, довольно интересный и правильный ход курдского миграционного сообщества с посылом на западного зрителя. Ну хорошо, вот они говорят таким образом, что мы делаем то, что нас заставляют, мы этого не хотим. Но чем их могут шантажировать-то? Ну, насколько появляются разные фото-видеоотчеты, то всякое бывает. И да, насколько я понимаю, некоторые группы мигрантов на самом деле находятся в стесненном положении в том смысле, что они ограничены в свободе перемещения и им невольно покинуть определенные приграничные зоны и вернуться в Минск. Насколько я понимаю, проблема для части мигрантов состоит именно в этом. Ну вот мы сегодня видели много видеозаписей, как в Минске собираются новые толпы мигрантов. Они сами говорят на камеру, что в курсе о тяжелой ситуации на границе с Польшей, но тем не менее они готовы туда ехать и прорывать границу с Польшей. Откуда вот у них такое рвение? Рвение очень простое. Говорится, чистейшей воды экономика в том числе. Даже если взять ту цифру, которая была опубликована в российских медиа 2600 за визу с человека, в Германии на плюс можно выйти на шестой месяц, получая пособие. Я так утрирую, если ничего не тратить, конечно. Поэтому люди вложились в это уже путешествие. Назад дороги, как говорится, не сильно она, наверное, есть. Поэтому только вперед к европейскому счастью. Что можно сказать? Если первые люди находились где-то в состоянии в том числе заблуждения относительно безопасности и отработанности этого маршрута, то дальше это уже чистейшей воды манипуляции. Сложно какими-то логическими соображениями объяснить, почему, несмотря на то, что ты знаешь, что тебя ничего хорошего не ждет, а еще можно как минимум замерзнуть, заболеть, голодать или попасть под серьезную раздачу, а есть и случаи смертей, к большому сожалению, на границе. Ну, я не знаю, то есть слабоумие и отвага. На мой взгляд, неправильно в целом говорить про всех мигрантов в совокупности, что вот у них некое есть единое мышление, есть единое понимание ситуации и так далее. Я допускаю, что большинство из них, вероятно, в курсе, с какой ситуацией они могли столкнуться. Это был риск осознанный. Часть людей, возможно, в том числе по рассказам каких-то родственников, знакомых, которым удалось, возможно, не так сложно попасть в Польшу, а затем и в Германию, возможно, на их примере они на это не рассчитывали, на такие тяготы. Есть люди с более авантюристским взглядом и так далее. Наверняка для части мигрантов уже в то время пребывания их при граниче, наверное, более чем превысило их какие-то психологические ожидания. Наверняка часть из этих мигрантов все-таки хотели бы уже откатить назад и вернуться, в том числе, чтобы сохранить себе здоровье и жизнь, в конце концов. Часть мигрантов наверняка нацелены так, как они и заявляют, то есть смерть или Германия, условно говоря. То есть, наверное, стоит иметь в виду, что есть все-таки разные группы мигрантов и, наверное, часть, большая часть из них, наверное, шла на осознанный риск, но многие, возможно, и не осознавали вообще ту политическую игру и те невероятные риски, в том числе для их жизни, с которыми они могут столкнуться. Немножечко отходя от тематики мигрантов, заглядывая в будущее, хотелось бы порассуждать, так пофантазировать. Если Россия не замешана в миграционном кризисе и сейчас будет идти на попятную, якобы он не с Лукашенко и не замешан в этом, с следующей недели вступают санкции, потом еще одни санкции США, Великобритания в том числе хотят вводить, то есть в декабре уже санкции, которые перед этим были введены, уже вступают в силу, то есть очень сильно ударит это все по экономике и по режиму Лукашенко в том числе. То есть, получается, Лукашенко становится более уязвимым и более зависимым от Путина, и вот может ли случиться военные войска российские так уже и на нашей территории, может ли нашу страну в дальнейшем будущем ждать судьба Чечни, что наша страна просто станет дотационным страной, таким государством, просто своей якобы властью? Я скажу непопулярную вещь, мы и так уже дотационный регион на протяжении большого времени, более 130 миллиардов Россия потратила на дотации режиму с тем, чтобы он вместо того, чтобы все эти средства использовать для развития инвестирования в будущее, он их просто проел. Что, скажем так, будет через год-полтора, опять-таки, даже через полгода? Это вопрос не к намерениям даже, условно говоря, Российской Федерации. У текущей ситуации есть конкретная причина, это режим, который не умеет жить посредством и не собирается заниматься планированием развития страны, защитой ее суверенитета и, в общем-то, построением независимого государства. Единственная забота – это сохранение собственной власти. И все вопросы по поводу того, почему мы оказались в очень затруднительной ситуации, почему, в общем-то, белорусская экономика, опять-таки, в случае, ну, может оказаться под более серьезными санкциями, она должна, все эти вопросы должны адресоваться по определенному адресу. И единственный выход – это изменить систему, изменить режим в стране и, в общем-то, начать строить действительно новое демократическое суверенное государство, пройдя через все трудности переходного периода, которые умножены на то, что, в общем-то, за 27 лет экономика не развивалась, а, скорее, в общем-то, не использовала те возможности для развития, а, скорее, наоборот, консервировалась в режиме функционирования, в режиме, который позволял зарабатывать только очень ограниченному кругу людей. Сегодня, опять-таки, буквально прошла информация о том, что руководство МТЗ и БелАЗа задержано за многолетние крупные взятки. Но вот, собственно говоря, очередное подтверждение того, что этот режим не развитит режим деградации. Судя по решительным заявлениям, есть действительно речь не о каком-то откате и по понуждению к диалогу, а санкции действительно будут лишь увеличиваться. И то заявление, которое сделал Лукашенко насчет возможной остановки транзита газа через Ямал и Европа, оно на самом деле не такое сильное, как могло бы быть несколько лет назад, ведь на самом деле с запуском Северного потока Газпром и планировал в последнем квартале этого года на 80% сократить подачу газа через этот газопровод. То есть на самом деле этот козырь Лукашенко уже намного утратил свою силу, чем он был до запуска Северного потока. И здесь, кстати, у Путина есть интересный контраргумент в разговорах с Меркель, что смотрите, я вот на самом деле и предусматривал всякие такие интересные возможные события со стороны непредсказуемых партнеров, транзитных государств. Вот мы и построили Северный поток, смотрите, как все работает. Россия, естественно, хотела бы из этого конфликта извлечь, во-первых, дестабилизацию Е, с другой стороны, увеличить свое военное присутствие в Беларуси, это так. Мне кажется очень уместным то слово, которое Екатерина применила, чеченизация, ведь на самом деле происходит постепенная чеченизация, так сказать, формата отношений Минска с Москвой. Ведь что такое Чечня? Это несмотря на то, что регион России, тем не менее, чеченское руководство имеет несколько больший суверенитет над своей территорией, чем другие регионы России, так Кадыров позволяет себе привлекаться публично с российскими воскопоставленными чиновниками, например, и так далее. И Беларусь, вот сейчас подписывая интеграционный, я имею в виду Лукашенко, подписывая интеграционное соглашение с Россией, вовлекая страну в так называемую глубокую интеграцию, он на самом деле рискует, приближает Беларусь к этой некоторой чеченской модели, в том смысле, что Беларусь, она хоть и останется формально независимой на политической карте мира, но только суверенитета во внутренних и внешних делах может быть реально сравнима с чеченской. В этом состоит вся опасность вот этой глубокой интеграции модель БССР-2, либо ее можно действительно называть опасностью чеченизации формата отношений с Москвой. Последняя ремарка о Ямале Европа, он и так стоит уже пустой. То есть перекрывать можно только пустую трубу. Ее перекрыли до Лукашенко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...